Так-так-так, и как вы предохраняетесь? Ну, как обычно. И как у вас обычно? Четыре раза так, а пятый в рот. Друзья мои, сейчас у нас в сексологии два тренда. Это сквирт и анал. Чего же выбрать-то? Какое самое яростное сексуальное действие, чтобы поразить воображение партнерши? Давайте сравним анал и сквирт. Ведь есть же у них, наверное, и отличия, и что-нибудь похожее. Ну, погнали. Итак, общее. Например, можно и головкой в заветную точку тыкать, но чтоб струю прорвало, надо рукой залезть. Второе. И тому, и другому надо учиться, и технически готовиться, и разрабатывать ответственную область. Третье. И анал, и сквирт – это последняя надежда слабаков, которые не могут нормально удовлетворить женщину. У них или член маленький, или сам он скорострел. И начинается тут хождение по мукам. Мол, не в головке счастья, мы пятерней сильны, если так поднажать. И, наконец, последнее. И анал, и сквирт не всем нужны. Вот есть такие люди, которым эти извращения, ну, вообще по барабану. Ну, а теперь разное. Находятся они все-таки в разных областях. Что для сквирта – кулак, то для анала – смерть. Ведь не всегда же он туда помещается-то. Отличие по половому признаку. Сквиртующая женщина – орден мужчине. Сквиртующий мужик – это не всегда отжим секреты из простаты во время оргазма. Это иногда и дриблинг. Так, хватит там ржать за кадром, вы меня отвлекаете, мужчина. Женщина может и сквирт, и анал, а мужчина – вот только анал. Зато у него в анальной области эрогенных зон в два раза больше. Друзья мои, и та, и другая тема, ну, я надеюсь, мастерски описана в моей книге «Браво, пенис». И, кстати, кто знает, личное общение с моими подписчиками существует в моем аккаунте Instagram. Посмотрите, какие там замечательные картинки, и на все комментарии абсолютно я отвечаю. Хотите, чтобы я вам ответила? Пишите туда. И один постоянный и лояльный подписчик написал мне в директ прям вот просто слезливое письмо. Вот, доктор, как вы могли, в книге «Браво, пенис» четвертая часть текста посвящена аналу. Я чуть в обморок не упала, думаю, как четвертая часть с 232-й страницы по 262-ю. Ну, всего 30 страниц посвящена аналу, не такая уж и большая часть, картинками вот все снабжено. Чего куда нажимать, где чего в какашке там располагается, картинки тут вот всякие. В общем, я его успокоила, не переживайте, что полкниги, такая небольшая глава, а самое главное, что кроме анала и сквирта, тут еще и простатит, и эректильная дисфункция, и механизм образования эрекции у мужчины, и механизм ее потери во время тревожности, и многое-многое другое, что нужно мужчине знать для его мужского здоровья. В общем, нам годится и сквирт, и анал, главное, чтобы все были счастливы.